МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы комнатные растения оставались здоровыми, их необходимо постоянно подкармливать. А вот и совет. Полейте цветы охлажденной водой после варки картофеля, овощей или макаронных изделий. Питательные вещества, которые в ней содержатся, станут хорошим удобрением для ваших растений. Здравствуйте! В эфире программа «100 советов». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где и в какие сроки пройти диспансеризацию? Какие возможности дает полис ОМС и куда обращаться в случае, если качество медицинских услуг вас не устраивает? Подробнее об этом расскажу в нашем первом сюжете. Нередко во время лечения мы сталкиваемся с непредвиденными проблемами. Отказали в госпитализации или экстренной ситуации, а может, и вовсе предложили оплатить какие-либо бесплатные медицинские процедуры и лекарства. Что в этом случае делать и как защитить свои права, Юлия Отливанова знает на собственном опыте. Месяц назад вместе с дочерью она обратилась в областную поликлинику. Пройти все необходимые для ребенка обследования молодой маме посоветовали в медицинском учреждении по месту жительства. Вот только в бесплатном лечении там отказали. Урегулировать ситуацию девушке помог страховой представитель. Я позвонила в САГАСМЕД, где мне ответил страховой представитель. Я изложила всю суть проблемы и мне сказали, что через некоторое время со мной свяжутся. Мне перезвонили буквально в этот же день и сказали, что данный перечень услуг идет по полюсу ОМС, то есть абсолютно бесплатно. Поэтому вас советовали мне опять обратиться в поликлинику, где я пришла. Мой вопрос был рассмотрен и все необходимые анализы и обследования мне сделали абсолютно бесплатно. Горячая линия контакт-центра работает для амурчан круглосуточно. Наиболее частые обращения застрахованных связаны с прохождением диспансеризации, выдачей и оформлением полиса ОМС и организацией медицинской помощи. Кстати, раньше страховые представители помогали преимущественно консультативно. Сейчас опытные врачи-эксперты и юристы компании решают более сложные, нетиповые задачи. Проводят экспертизы и определяют, были ли нарушены права пациентов. Да, конечно, выясняем все, на месте сразу выясняем. Если что-то, какой-то вопрос нам непонятен или мы не можем ответить на этот, мы передаем этот вопрос уже далее представителям второго и третьего уровня. Качество и доступность медицинских услуг страховые представители контакт-центра повышают и с помощью регулярных опросов среди пациентов. Вы довольны организацией проведения диспансеризации? Да, да. Спасибо вам большое за ответ. Сегодня страховые представители работают не только в контакт-центре страховой медицинской организации и принимают звонки по горячей линии. Специалисты также помогают амурчанам и в режиме онлайн. С этого года в медицинских организациях мы начали устанавливать интерактивных помощников. Это планшеты. Установлены планшеты в программу, когда застрахованный гражданин может обратиться к страховому представителю, либо получить сразу же на месте, если это типовой вопрос, значит, ответ на месте с помощью планшета может получить, либо оставить свой контакт для того, чтобы наш страховой представитель связался и решил проблему застрахованного гражданина. Один из таких планшетов уже работает в Благовеченской детской поликлинике номер 4. Найти его просто. Рядом установлена ростовая фигура, которую работники компании называют Катей. Так что, если у вас есть вопросы, которые связаны с оказанием медицинской помощи, позвоните своему страховому представителю по телефону 8 800 100 07 02. Ведь от своевременного обращения и результатов зависит качество медицинского обслуживания. Новогоднее меню сложно представить без оливье. А пасхальный стол без крашеных яиц и кулича. Если накануне праздника вы не успели купить свежий пасхальный хлеб, попробуйте приготовить его самостоятельно. Классический рецепт не займет много времени и точно порадует ваших близких. Кулич с цукатами и изюмом классический и шоколадный с вишней. Разновидностей и необычных вкусовых сочетаний этой выпечки с каждым годом становится больше. За свежим пасхальным хлебом можно отправиться в ближайший магазин или пекарню, но гораздо приятнее приготовить его самим. Вообще это обрядовый ритуальный хлеб – кулич. Как мы знаем, у нас Иисус Христос воскрес, и в честь этого воскрешения в каждом доме выпекали праздничный хлеб. Чтобы такой хлеб появился и на вашем столе, нам понадобятся следующие ингредиенты. Для теста 500 мл молока, 1 пакет сухих дрожжей, 1 кг муки, 6 яиц, 200 г сливочного масла, 300 г сахара, около 250 г изюма, ванильный сахар, 1 чайная ложка. Для глазури 100 г сахарной пудры и 2 белка. Сначала в опару из дрожжей и теплого молока добавьте муку. Готовую смесь оставьте на 40 минут в теплом месте. Тесто должно подняться приблизительно в 2 раза. В это время желтки разотрите с сахаром, а белки взбейте в густую пену. В подошедшую опару добавьте желтки с сахаром и хорошо перемешайте. Затем введите размягченное, но не растопленное сливочное масло. Замесите тесто. Изюм и специи добавьте по вкусу. Выпекать кулич нужно около 30 минут при температуре 160 градусов. Готовую выпечку полейте заранее приготовленной глазурью из взбитой сахарной пудры и белков. А вот украсить кулич можно не только кондитерской посыпкой. Включайте фантазию и смело экспериментируйте. Карамель, цукаты, фрукты, ягоды и орехи точно придутся по вкусу вашим домочадцам. Молимся, Господи, помилуй, а ежедруждающимся, делателям благопоспешенства всем подати. По традиции куличи освящают. Сделать это можно будет в храмах Амурской области в ночь на 28 апреля. Ну а после поздравить своих родных и близких с Днем Великой Пасхи. Каждый год в светло-весенний праздник Пасхи мы следуем традиции и создаем своими руками маленькие шедевры – крашенки, крапанки, писанки. Оформить пасхальные яйца можно разными способами. Некоторыми из них поделюсь прямо сейчас. Сейчас поделюсь четырьмя простыми способами, которыми можно красиво оформить яйца к Пасхе. Итак, способ первый – с использованием обыкновенной нити. Она найдется в каждом доме. Итак, берем заранее сваренное яйцо и в хаотичном порядке обматываем нить вокруг него. Теперь опускаем яйцо в желаемый цвет. У меня это будет зеленый. Еще один способ использовать рис. Итак, берем еще одно яйцо, смачиваем его в обыкновенной воде. Это нужно для того, чтобы рис хорошо прилипал к яйцу. И опускаем в чашечку с рисом. Следующий шаг – это капрон. Я думаю, у каждой девушки, женщины он в доме найдется. Помещаем наше яйцо вовнутрь. И туда же засыпаем еще немного риса. Так он более равномерно распределится по яйцу. Следующий способ тоже с использованием капрона. Его сделать проще, чем предыдущий. Итак, нам понадобится листик, ну и любая другая зелень. Прикладываем ее к нашему яйцу. Это будет своеобразный узор. И так же помещаем в капрон. Следующий способ поможет сделать радужный рисунок. Для этого нам понадобится обыкновенная чистая белая салфетка. В нее мы аккуратно заворачиваем яйцо. И постепенно опускаем в каждый из четырех красителей. Итак, достаем наше первое яйцо. Насухо вытираем его салфеткой. И снимаем нитку. Так, вот такое яичко у нас получилось. Так, теперь следующее. Напоминаю, оно у нас будет с рисовым узором. Тоже узор успел хорошо проявиться. Встаем. Убираем листочек. Мы видим узор. И настало время последнего. На этом у меня все. Актуальными и полезными советами с вами делилась Екатерина Рожкова. До новых встреч в эфире. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова